Телеканал КРТ представляет Пирамида коррупции по версии Джулиани выглядит так. Верхушка Джордж Сорос и Джо Байден. Далее три подряд посла США в Украине, поставленные при прямом лоббировании Сороса. Джеффри Пайетт, Уильям Тейлор, Марий Иванович, а также Джордж Кент, в прошлом заместитель посла США в Украине. С украинской стороны тогдашний президент Петр Порошенко и премьер-министр Яценюк, а также нынешний глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько. В комментарии с сайту «Страна» источники в окружении Джулиани сообщили, цитата, «Свидетельства о коррупции прошлой украинской власти и о непомерных тратах на НГО могут вылиться в уголовное дело против Порошенко и конец для многих получателей грантов. В США демократов обвиняют в использовании госаппарата в своих корыстных целях и в создании сети НГО, которая крышует коррупцию». Конец цитаты. Главный пункт расследования – исчезновение 5 миллиардов 300 миллионов при участии бывшего посла США Марии Иванович. Новое вводное. Хищение 133 миллионов долларов, выделенных штатами на борьбу со СПИДом. С украинской стороны расследование ведет депутат Андрей Деркач, координируя свои действия с Джулиани. Господин Деркач указывает на 36 миллионов долларов, выделенных на, внимание, повышение уверенности граждан Украины. Еще 41 миллион долларов был потрачен на программу «Конкурентная экономика Украины». Преимущественно такие подряды отдавали сомнительным американским фирмам. Деркач объяснил, что красть деньги в Украине очень удобна, так как система воровства налажена идеально. Цитата. «Система построена таким образом, что контракты получают организации, близкие к бывшим сотрудникам USAID и правительства США, прошлых или действующих чиновников». На этом фоне новыми красками играет телефонный разговор президента Зеленского с государственным секретарем Майком Помпео. Кроме благодарности США за выделение 1,2 млн долларов на борьбу с COVID-19 и отчета по ситуации на Донбассе, президент Украины обсудил возможность получения Киевом от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики. В дополнение к тем ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных кредиторов. Наивный вопрос «Сколько можно брать в долг?» и провокационный вопрос «Как это можно отдать?» мы обсудим с экономическим экспертом Виктором Скоршевским. Добрый вечер, Виктор. Давайте начнем с земельного вопроса. Не успел президент подписать в ППХ принятый документ в ночь с 30 на 31 марта, как 2 апреля Всемирный банк выкатил целый ряд требований по принятию пакета законов, упрощающих куплю-продажу земли в первую очередь иностранцами, а 4 апреля МВФ строго наказал служиться Всемирный банк. Дожмут ли Украину на разрешение продажи земли иностранцам? Это внешнеуправляющие, так сказать, МВФ и Мировой банк держат украинскую власть в тонусе, потому что изначально было сказано и президентом, и другими представителями украинской власти, что тексты законопроекта и закона о земле, он согласован с МВФ, и этот вариант устраивает полностью МВФ. И проголосовали, все как положено ночью, все как положено за пределами иногда и регламента, конечно же. Ну и тут сразу же включается Мировой банк, что давайте, а где иностранцы, а почему так мало 100 гектар? Вы же говорили, что будет 10 тысяч, а еще лучше 200 тысяч гектаров. Но я думаю, что это больше все-таки сейчас идет, знаете, такая проба, дожмут ли не дожмут. Я думаю, что в данном краткосрочном промежутке времени не будет никаких изменений в принятой закон о земле. И так было уже очень много усилий сделано, как я сказал, и ночью, и с нарушением регламента. Даже этот вариант принять, который заработает или должен заработать с 1 июля 2021 года. Поэтому я думаю, сейчас пока идет проба, получится или не получится со стороны Мирового банка и МВФ. Больше их интересует, ну прежде всего МВФ, интересует так называемый антиколомойский, а я бы назвал антибанковский закон, антисудебный, благодаря которому Национальный банк станет выше всей судебной системы Украины. А как известно, там могут быть проблемы, потому что, несмотря на то, что он принят в первом чтении, этот законопроект, ко второму чтению уже собрано 16 тысяч правок. Да, это в 4 раза больше, чем к земельному закону. Но, напомню, 2 месяца рассматривал парламент и фактически был заблокирован, если бы не внеочередные заседания Верховной Рады. 16 тысяч это фактически навсегда, ну до конца года может заблокировать. Поэтому сейчас идут торги и самый основной вопрос со стороны МВФ именно в этом контексте. Виктор, вот давайте попробуем посчитать с вами. У нас государственные земли 10 миллионов гектаров с копейки. От 9 до 11 миллионов, потому что само государство даже не знает сколько, потому что кадастр полностью не отображает. Ну, 10 в среднем. Я для зрителей, чтобы понимали, что государство само не знает, сколько у них. Что даже государство не знает, сколько у них. Порядка 10 миллионов. Ну, 10, вот всегда среднее называется. Смотрите, оценка была предварительной до всех этих кризисов от 20 до 30 тысяч гривен оценка. Стоимость одного. Еще проще, тысячу долларов. Давайте возьмем уже так. Ну, вот эти тысяча плюс-минус 200, от 800 до 1000. Да, ну, опять у среднего к 1000. Тысяча опять же. 10 миллиардов долларов. Да, но после кризиса, вот там то, что будет в следующем году, и при таких объемах можно предположить, что это будет половина цены. То есть, грубо говоря, 5-7 миллиардов можно будет... То есть, вы сейчас считаете, оцениваете цену вопроса. Цену вопроса. Цена вопроса 5-10 миллиардов долларов. Но хочу отметить, что в этом законе о земле, который приняли в Верховной Раде, до 2024 года государственная земля не подлежит продаже. Только лишь могут продавать свою и покупать землю пайщики. Но это в данном варианте закона, который принят. Ну, возможно, будут что-то менять. Но сейчас пока государственная земля выведена из оборота этим законам. Хорошо. Ну вот, смотрите, сколько мы в этом году отдаем кредитов? До конца года, если брать чисто из государственного бюджета, полтора миллиарда долларов мы уже отдали приблизительно в первом квартале этого года. Еще мы должны отдать по внешнему государственному долгу, как проценты, так и основная сумма долга, еще 5 миллиардов долларов. То есть, в этом году мы отдаем 6,5 миллиардов долларов. В следующем году приблизительно та же сумма. Мы даем 6,5 миллиардов, а на какую сумму мы делаем долги в этом году? В этом году сейчас изначально планировалось, ну тот закон, который еще пока действующий, закон о госбюджете, который хотят пересмотреть. По внешнему государственному долгу там был нулевой баланс, он даже не должен был бы и вырасти, этот государственный долг. Сколько брали, столько и погашали, плюс проценты еще, естественно, а тот вариант законопроекта изменения в госбюджет на 2020 год, который сейчас Кабмин подготовил, то плюс 5 миллиардов долларов. То есть мы хотим увеличить ровно на 5 миллиардов, точнее правительство, не мы, потому что берут-то долги правительство, а отдаем-то мы с вами со своих карманов. Ну такова жизнь, к сожалению, не очень справедливая. То есть плюс 5 миллиардов долларов хотят увеличить, а еще на 5 миллиардов хотят увеличить и внутренний долг. То есть в 2020 году, если будут приняты изменения в законопюджете, который сейчас правительство предлагает, государственный долг увеличится на 10 миллиардов долларов. Изначально планировалось в этом законе, который сейчас, плюс 3 миллиарда. То есть изменения приведут бюджет к росту плюс 7 миллиардов. То есть темпы роста увеличатся фактически в 2,5 раза. И каков потенциал это отдать? Кроме продажи земли, разумеется. Не, ну тут сейчас это правительство, предыдущее правительство действует по очень простому механизму. Переодолжить, чтобы переоддать. То есть замещаются все время старые долги, новыми долгами. И причем не забывая наращивать эти долги, потому что дефицит бюджета всегда присутствует. Это, начиная со времен Кучмы, это все и действует. Ну, Кучма, кстати, меньше всего и занимал, ну при президентстве Кучмы больше всего он занимал, увеличил, точнее, государственный внешний долг. Как это ни странно, а может и не странно. Это Ющенко, плюс 14 миллиардов долларов. Порошенко, при Порошенко и при Януковиче было где-то плюс 11, ну 10-12 миллиардов долларов. То есть при каждом президенте. При этом президенте продолжается все то же самое, ничего нового. Ну, вот такая долговая, так сказать, петля у нас, все время с нарастаниями, с нарастанием. И, кстати, если брать долговую нагрузку на бюджет, ну если взять, сравнить выплаты по госдолгу и проценты с доходами бюджета, то на сегодняшний день это порядка 38% надо от доходов бюджета отдавать. Ну, если бы все из доходов отдавалось, то после пересмотра бюджета уже 50%. Благодарю вас за комментарий. С нами был Виктор Скоршевский, экономический эксперт. Продолжение следует...